так друзья значит смотрите нахожусь в гостинице эйфория декирова 5 звезд сейчас я в этом видео постараюсь показать вам все основные нюансы и детали данной гостиницы так холл гостиницы при это кирова такой небольшой так получилось что во время нашего визита в данную гостиницу здесь несколько рекламных групп поэтому здесь очень много людей значит естественно есть уголок где туристы могут посидеть если примеру они приехали очень рано в гостиницу потому что заселение в гостинице значит с двух часов дня и если гостиница сто процентов заполнена то естественно раньше туристов гостиницы не сможет разместить номера потому что выселение только в 12 часов и дальше производится уборка номеров перед заездом новых туристов номер друзья сейчас показываем территории в гостинице эйфория декирова зеленая территория есть пальмы есть другие различные деревья на территории все это в принципе достаточно ухоженная есть вот ресторан с правой стороны я показываю вам есть терраса в ресторане то есть на открытом воздухе есть внутренняя часть ресторана сейчас мы идем в сторону детского клуба и пляжа гостиница категории 5 звезд вполне нормальная гостиница для своей категории все выглядит опрятно газончики пострижены они зеленые они выгоревшие то есть вполне красиво все выглядит есть вот такие вот красивые цветущие деревья так друзья показываю вам пляж гостиницы эйфория декирова значит все естественно шезлонги зонтики все это есть значит пляж значит покрытие пляжа мелкая галька основная часть это мелкая мелкая галька дальше вход море там уже галька немножко покрупнее ход пологий поэтому с детьми если отдыхаете можете не беспокоиться все будет порядке по самому пляжу есть деревянные дорожки для того чтобы туристы там либо с маленькими детьми с коляской могли проехать по пляжу потому что по вот этому как бы по вот этой мелкой гальке коляска вообще абсолютно не едет это я знаю лично и своего опыта так а вот тут друзья смотрите бассейн гостиницы эйфория декирова естественно здесь есть и звонки зонтики все очень важен момент ребят это не клеенка то есть будет вполне комфортно находиться вот палящим солнцем находясь под этим зонтиком и естественно просто шикарные виды на горы окружающие поселок текирова который находится непосредственно гостиница эйфория текирова так сейчас мы идем проходим детский клуб гостиница эйфория текирова супер друзья сразу говорю вот все вот эти деревья это идеальное решение для того чтобы вашему ребеночку было комфортно находиться в гостинице это очень важно под что тенек создается деревьями вот я сейчас буквально вот зашел из прямых лучей солнца вот эти деревья ребят реально как под кондиционер зашел вообще отлично а теперь с правой стороны возле детского клуба у нас есть горки у гостиницы эйфория текирова их немного принципе вот они уже довольно такие не новые но они есть и покататься здесь есть на чем вполне можно засчитать это в небольшой плюс гостиницы эйфория текирова вот так вот ехали только что сборки отдыхающие туристы отличная территория ну просто зеленую очень зеленая красивая территория и ребята ухоженная территория не знаю дойдем и до номер номеров категории club вот потому что как правило если бывают нюансы то нюансы бывают именно с этими номерами потому что вся эта зелень отражается на сооружение ну то есть на здание она быстро от этой зелени все как-то устаревает и не такой имеют хороший эстетический вид но опять это все относительно у каждой гостиницы свои нюансы я рассказал вам такую усредненную информацию поэтому я не знаю что мы не смотрели номерах вклад если будет возможность естественно вам покажу просто смотрите если вот брать отдых именно в районе там июля и августа целом лучше рассматривать гостиницы клубного типа то есть там где есть клубные номера имеется ввиду которые находятся среди зелени там будет комфортнее особенно это касается тех кто не включает вообще кондиционер номере как у меня супруга вот поэтому и даю такую информацию красивые пальмы большие такие елочки здесь прикольно друзья в общем мне все это нравится комфортно уютно я не могу сказать что тут чего-то есть особенного он просто приятно находиться приятно вот все выглядит как друзья вот так выглядит балкон категории номера стандарт гостиницы фария такирова он небольшой такой вот маленький но вполне его достаточно чтобы здесь вечерком посидеть значит вид у нас получается на море и на территорию море конечно не полноценный вид получается но все равно здание повернута к морю а вот так вот выглядит номер категории стандарт гостиницы фария такирова собственно говоря как бы размещение максимальные 2 плюс 1 и санузел в номере значит время особо его рассматривать не было но санузел полностью укомплектован то есть фен есть косметика есть полотенечки в комплекте ну и в целом все чистенько в общем друзья такая вот гостиницы фария такирова такая зеленая территория скромные друзья скромные номера обещают персонал гостиницы что скоро будет проводиться реновация номеров в общем посмотрим как это все будет но реально даже при данных условиях вполне нормальные комфортные номера друзья по остальным всем услугам которые здесь есть гостиницы информации достаточно самое главное я вам показал качество как бы всей территории ну и атмосферу данной гостиницы смотрите по питанию туристов не знаю всех наших которые отдыхали в этой гостинице нареканий не было но вы конечно же напишите в комментариях под этим видео как вам эта гостиница нравится не нравится вообще кто в ней отдыхал напишите принципе ее положительные стороны отрицательные стороны чтобы всем туристам была доступна данная информация и данное мнение ваше по данной гостинице и паре атакирова не забывайте подписываться наш канал чтобы быть курсе все и полезной информации о том как путешествовать только с положительными впечатлениями смотрите реновация когда вы имеете ввиду это когда меняется мебель меняется все это косметический ремонт реновация будет в этом году в ноябре будет меняться мебель телевизор и холодильники все остальное а так идет ремонт косметический ремонт реновация в ноябре смотрите интернет вай-фай он будет по всей территории и в комнатах он бесплатный когда приезжают гости первый день только при заезде заполнен мини-бар полностью потом только вода и минеральная вода чайники кофе и так далее это по запросу что еще у нас очень многие гости спрашивают хотят утюг услуги утюга у нас нет утюга вообще нет в отель есть прочная где эти станки большие где гладят и так далее заполняем бланк и отправляем химчистку там глажка стирка и так далее потом в отеле есть 6 а-ля карт ресторанов 4 из них они бесплатны это турецкий итальянский мексиканский и дальневосточный а рыбный ресторан и стейкхаус они платные это 15 евро с человека на протяжении отдыха гости могут сходить один раз в одном из этих ресторанов по резервации в этом году еще есть одна новинка с 12 ночи до 7 утра главный ресторан открыт потому что ланч паксов у нас нету каждый гость может пойти в ресторан кто проезжает приезжают рано утро или уезжают в ресторан покушать или сделать какой-нибудь там сэндвич вместе с собой там взять и так далее есть крытые бассейны спа-центры и два бассейна открытых без подогрева детский клуб детские горки активная анимация 4 раза в неделе провозные шоу и если есть вопрос пожалуйста задавайте питание детское на питание детское из главном ресторане уголок но паночного питания или по запросу если гости хотят могут подойти к столь куда слышен и заказать отдельное питание а по алкоголю что у вас алкоголь алкоголь на напитки все включено местные все импортные или есть импортные без доплат без доплаты хорошо подскажите возите какие-нибудь мертвые ребят которые помогут помимо местными возят на погулять пока я еще наверное но я не знаю не видела пока еще этого не видела ориентированы на более спокойно это семейный отдых конечно смейный отель до промо рум смотрите вот промо рум это что идет deluxe deluxe это что это такой же стандартный номер только момент в чем если вот этот стандарт 28 квадратных метров там deluxe из промо 30 квадратных метров но по-любому там четыре кровати не размещаются там просто разница в том что там больше на два метра но если так посмотреть даже не поймешь не заметить номера бунгало отличается стандарт бунгало больше чем это комната на два метра и все по дизайну они что же чуть-чуть нет нет его же частично есть номера которые с французским балконом да и или терраса или или терраса или балкона в главном корпусе вот есть стандарт если смотреть через где у нас стена да есть connection connection это что это две стандартные комнаты в каждой комнате идет ванна туалет и так далее дальше уже на пятом этаже идут свиты королевские номера и так далее только вот эти типы номеров дальше у нас клубные да эти бунгало идут deluxe club и family там две комнаты и посередине одна гостиная дата можно размещать на софи по месяцу по которой раскладывается можно там софа если они хотят в комнате с родителем можно поставить там дополнительную кровать но по-любому размещение 5 человек 2 плюс 1 и вот такая полноценная кровать забудет такой экстра сейчас я вас проведу по территории посмотрите пляж детский клуб и в принципе все если будут вопросы можете задавать посередине